Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Я продолжаю обозревать тему Woodmort. Это урок 43. На очереди у нас настройки похожие товары и апсейлы. Настройки находятся в теме Woodmort. Настройки темы. Дальше разворачиваем карточку товара и вот эти настройки. Итак, у нас сразу есть показать похожие товары. В карточке товара у нас всегда выводятся похожие товары. Если вы не хотите их выводить, можете просто их отключить. Дальше отображение апсейлов. Что это такое? Чтобы это вообще увидеть, вам нужно в каждом товаре зайти в сопутствующие. Вот это вот есть апсейлы. Вот здесь вот можете почитать, наведя мышь на вопросик, если вы не знаете, что такое апсейлы. И как здесь добавляются товары? То есть вы просто начинаете набирать название, заголовка товара. Вот, допустим, лампы набираю. Вот я две лампы добавил. Начало, то есть заголовка товара, да, которую хотите добавить в апсейлы. Зеленый у меня добавлен, оранжевый и так далее. После сохранения настройок в данном товаре, конкретно вот этом, да, iPhone, вот ниже, перед похожими товарами у вас будет блок с вам также будет интересным. И вот, по сути, можем только менять здесь боковую панель. То есть вот у нас это стандартно выводится вот здесь, как вы сейчас только что я вам показал. А можно сделать боковую панель, если вы включили эту боковую панель для одиночных товаров. Или вообще можно скрыть. Следующее, то есть получается апсейлы показывать как сетка, как слайдер. То есть получается слайдер, это вот как сейчас они выглядят. И так же, как выглядят вот здесь. Далее макет, ну то есть количество колонок и продуктов, сколько штук выводить. Здесь настройки закончились. Следующие настройки разберем. Счетчик посетителей. Это на самом деле интересная штука. Прям довольно-таки интересно, несмотря на то, что это бы, наверное, отдельным плагином надо было сделать вообще. А она есть даже в шаблоне. Может оно и к лучшему. Это счетчик, то есть сколько сейчас в реальном времени, вот в данный момент просматривают данный товар другие люди вместе с вами. Мы это включаем. Но если вы сайт разрабатываете, включив эту опцию, вы не увидите вот это вот полосы с количеством просмотров, потому что ваш сайт должны просматривать другие люди еще в этот момент. Но здесь есть такая обманка. То есть внизу настройки реальные, реальные пользователи. Это надо включить. Я думаю, это полезно, когда уже люди реально смотрят. Но если вы только начинаете, ваш магазин только что создан, наверное, имеет смысл поставить случайно. И это некая обманка. Ниже вы можете выбрать диапазон от скольки до скольки максимум людей смотрит сейчас онлайн данный товар. Опять же, это имитация просмотров или обманка. На самом деле их не смотрят. Но все равно сама тема, задумка очень интересная. И дальше самая интересная опция – это лайф-режим. Обновление количества посетителей за указанный интервал времени. То есть, чтобы менялись значения с заданным интервалом времени, причем меняются значения в реальном времени. То есть, вы это можете видеть, как сейчас смотрят 17 человек, потом уже 13 человек смотрят. То есть, некоторые люди ушли с сайта как будто бы. И есть опция обновления при загрузке страницы. То есть, это если вы используете мощный плагин WP Rocket для кеширования, тогда эту опцию надо будет включить для вот этих изменений. То есть, чтобы визуально счетчик менялся, что сейчас 20 человек смотрят, потом 13 и так далее. Я этот плагин не использую, поэтому я его здесь не включаю. Мы включаем лайф-режим. И вот тут как раз-таки интервал ползунком можете задать. Я задал в 3 секунды, чтобы долго не ждать и показать вам наглядно, что цифра меняется и реально как будто бы смотрят люди данный товар. Сохраняем настройки. Идем на сайт, обновляем карточку товара. Это будет выводиться вот в этой области. Обратите внимание, 20 человек сейчас уже вот 18-17. Видите, эта цифра меняется в реальном времени. То есть, это имитация, как я уже сказал, или обманка. То есть, как будто бы сейчас люди смотрят этот товар. Но это, я думаю, полезно начинающим магазинам, чтобы люди как бы видели, что сайт уже пользуется спросом, люди смотрят товара. И это будет у нас, получается, выводиться в каждом товаре. Разные цифры. Вот сейчас этот товар смотрит 15 человек. Ну, конечно, можете поиграться, поставить диапазон значений больше, чтобы, допустим, 100 человек, там 130 человек смотрит этот товар. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Услуга не из дешевых. Подписывайтесь на наш канал.